Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на площадке информационного агентства России ТАСС. Прямо сейчас мы начинаем пресс-конференцию, которая проходит в прямом эфире, и она посвящена презентации книги «Народный комиссариат государственного контроля СССР 1941-1945» из многотонного издания «Наркома Великой Победы». Поговорим прямо сейчас об идее создания, работе с архивными материалами. И я напомню, что книга «Народный комиссариат государственного контроля СССР 1941-1945» выпускается в рамках многотонного историко-документального издания «Наркома Великой Победы». Основу тома составляют архивные материалы. Позвольте, я представлю спикеров пресс-конференции. Все они находятся сегодня здесь, в пресс-центре ТАСС. Председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин. Сергей Евгеньевич, добро пожаловать, рад вас снова приветствовать в наших стенах. Приветствуем и представляем министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, Антон Германович. Также рад вас видеть в ТАСС. Добро пожаловать. В нашем мероприятии принимает участие руководитель федерального казначейства Роман Артюхин. Роман Евгеньевич, рад вас приветствовать, добро пожаловать. И также приветствуем и представляем заместителя руководителя федерального казначейства Ильи Исаев. Илья Аббакарович, добро пожаловать, рада вас приветствовать. Для зрителей, которые нас смотрят онлайн, напоминаю, что ведется и онлайн-трансляция нашего мероприятия. Сайт ТАСС.ру раздел пресс-центр. Также нас можно смотреть ВКонтакте, официальная страница пресс-центра ТАСС и на сайте Российского исторического общества. Для зрителей из СМИ, которые находятся сегодня здесь, в наших стенах, по традиции во второй части нашей встречи, справа и слева расположены микрофоны, можно задавать вопросы нашим спикерам. И убедительная просьба оставаться в рамках заявленной темы, когда вы будете готовить свои вопросы. Обязательно дадим вам на это время. Ну что, Сергей Евгеньевич, позвольте вам первому предоставить слово, рассказать о очень важной миссии, на самом деле, сегодня выполняет это издание. И есть и наверняка социальная и политическая значимость, и своевременность выхода. Вам слово, и, конечно, потом коллегам тоже дадим. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Наша сегодняшняя встреча проходит знаменательную дату. Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, развернулась историческая битва под Прохоровкой. Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В ходе яростной четырёхдневной схватки бронетанковые части Воронежского фронта не позволили противнику выйти на оперативный простор, как это планировал Гитлер и его генералы. Советские войска обескровили и отбросили противника на его исходные позиции. Красная армия сосредоточила на этом относительно небольшом участке фронта порядка 800 танков и самоходных артиллерийских орудий. Сама мощь этой огромной танковой армады побуждает задуматься о таком колоссальном масштабе управленческих усилий, позволивших сконцентрировать на этом участке фронта огромные ресурсы и обеспечить бесперебойное снабжение фронта военной техникой и боеприпасами. И вот рассказать о системе управления народным хозяйством в годы Великой Отечественной войны и призван многотомный издательский проект, который называется «Наркомы Великой Победы». Каждый том этого книжного цикла будет посвящён отдельному народному комиссариату и его руководителям. Над текстом работают профессиональные историки, архивисты, а организационную часть проекта выполняют соответствующие органы государственной власти России, в том числе к их компетенции относятся и поиск источников финансирования проекта. Как я сказал, в проекте участвуют органы федеральной власти, преемники народных комиссариатов с точки зрения курируемых отраслей. Руководители федеральных министерств и ведомств, с которыми мы взаимодействуем, видят в этом проекте достойную возможность отдать дань уважения, дань памяти своим предшественникам. Для них это дело чести. В перспективе проект «Наркомы Великой Победы» будет включать несколько десятков томов. Первая книга из этого цикла, которую мы сегодня представляем, посвящена Наркомату государственного контроля СССР. В ней подробно рассказывается о задачах этого органа управления, перестройки его работы на военные, лад и специфики контрольно-ревизионной деятельности в годы и в условиях Великой Отечественной войны. И, конечно, в ней рассказывается о людях, о талантливых управленцев, которые обеспечивали вот эту важную сферу государственного управления, которая называется государственный контроль. Я хотел бы искренне поблагодарить и инициаторов проекта, Министерство финансов, Федеральное казначейство, издательство «Историческая литература», а также авторов первого тома и сотрудников Российского государственного архива экономики. Уверен, что проект Наркомы Великой Победы будет интересен не только для профессиональных исследователей, но и для всех любителей отечественной истории. И он станет достойным и вкладом в подготовку к будущему юбилею, к 80-летию нашей Великой Победы. Спасибо. Спасибо вам большое, Сергей Евгеньевич. Антон Германович, вам позвольте слово предоставить. Вот Сергей Евгеньевич упомянул об одном юбилее, но грядёт ещё и 100-летие контрольно-ревизионных органов Министерства финансов, поэтому тоже совсем, ну очень вовремя и совсем не случайно это здание. Позвольте вам предоставить слово, сказать о его значимости. Да, спасибо большое, добрый день, дорогие коллеги, друзья. Действительно, пока существует, когда существует финансы, есть и финансовый контроль, и должен быть финансовый контроль. И вопросы эффективного использования средств, вопросы контроля наиболее актуальны в период сложных исторических событий в стране. Такими событиями был как раз, мы сегодня смотрим книгу, значит, период Великой Отечественной войны. Сейчас можно делать параллели сегодняшней ситуации, когда необходимы все ресурсы, средства финансовые концентрировать для обеспечения наших главных задач, главных задач геополитики. Поэтому вопросы финансового контроля, они были актуальны на протяжении не только столетней истории, как мы говорим, но и на протяжении всей истории государства. Потому что о том, насколько эффективно был потрачен государственный рубль, проблема была, и эта проблема необходима была решать во все этапы нашей истории. Если мы возьмём сегодня ситуацию, то сегодня наши коллеги из казначейства, которые занимаются финансовым контролем, проводят работу по оценке эффективности каждого рубля. Главное, не столько потратить рубля, а сколько получить результат. И сегодня особо это важно, что государство получает за использование казённых денег. И вопросы эффекта от потраченных государственных ресурсов сегодня приобретают наибольшее значение. Ещё хотел бы сказать, что во все времена в финансовом контроле работали профессионалы. Потому что невозможно осуществлять такую государственную функцию, не будучи профессиональным человеком, не будучи человеком, который ответственен, любит свою профессию, который полностью посвящает себя интересам государства. И такие преданные делу специалисты, наши коллеги, сегодня также трудятся в казначействе, в органах финансового контроля, за что тоже наши благодарности всем контролирующим органам, которые работают на этом фронте, можно тоже так сказать. Поэтому празднуя сегодняшний юбилей, столетие, подводя итоги, можно сказать, что сегодня наши работники финансового контроля продолжателем тех традиций, которые мы можем посмотреть и в рамках непростых этапов развития нашей страны, в рамках которых здесь изложено в этой книге, да и вообще, как сказать, история финансов, государственных финансов, история контроля за использованием ресурсов говорит о том, что эта система у нас исторически имела хорошие корни, что называется, и сейчас ребята являются продолжателями наших, так сказать, тех традиций, которые были ранее заложены. Благодарю вас, Антон Германович. Роман Евгеньевич, вам позвольте предоставить слово. Ну, конечно, мы все видим, скажем так, результат, и это очень такое, ну, презентабельное, объёмное издание, но, полагаю, огромная работа была проведена до выхода этой книги, кропотливая, ежедневная, редакционной коллегии и так далее, и вижу у вас так краем глаза закладки, полагаю, что можете отметить наиболее интересные моменты, которые, может быть, читатели потом, наши коллеги из СМИ обратят на них внимание, ну и в целом расскажите, пожалуйста, о работе. Да, спасибо большое. Действительно, книга обращена к современному читателю, и мы искренне, многие находили параллели и даже извлекали уроки, когда готовили эту книгу. Ну, что, во-первых, стало удивительным, то, что, когда создавалась и организовывалась работа госконтроля СССР, в основу был положен императорский опыт императорской России. Даже здесь у нас есть материал, когда в докладной записке приводится схема организации контроля в царское время. Тогда так говорили, царское время, сейчас говорили, в имперское, императорское время. И, конечно же, для всех нас, для современных контролёров, работников счётной палаты, финансовых органов, вот эта система взаимодействия, которая в том числе была в имперское время, является таким источником, можно сказать, вдохновения и того опыта, который было, можно применить. И позволю себе в рамках нашей... Ну, любая книга ждёт своего читателя, любая книга должна быть просмотрена, должна быть изучена, и буквально несколько, если позволите, таких фактов, фрагментов, которые в этой книге приводятся. Ну, во-первых, сразу же с создания наркомата газета «Правда» публиковала задачи, которые возлагались, проверять исполнение директив правительства, чтобы не было ни одного ведомства, ни одной хозяйственной, общественной организации в стране, которые бы не чувствовали на себе всевидящий глаз государственного контроля. И, кстати, очень интересно то, что это именно был ещё административный контроль, не контроль только лишь финансовый, а контроль исполнений поручений правительства. Для нас, для современных, скажем так, финансистов очень интересные уроки есть при проверке одного из наркоматов. Один из наркоматов, здесь у нас приводится пример, имел двойную, так скажем, бухгалтерию. Когда давал заявки в Минфин, он их специально увеличивал, а внутри у себя расчёты были более скромными. И, в общем-то, к сожалению, мы тоже, наверное, можно так сказать, порой, когда идут заявки в Минфин России, сегодня тоже самое. Это было выявлено и были сделаны соответствующие, в общем-то, выводы. Это, кстати, наркомат морского флота, нарком Дукельский. По итогам проверки соответственно, бюджетные сигнования были снижены этому наркомату. Ну, безусловно, работа в годы войны. В годы войны сразу же, как только начались военные действия, первые задачи были поставлены по проверке имущества на складах, соответствующие поручения давались, но и не только. Например, задача также заключалась, например, в выявлении резервов. Серьезные резервы наркомат выявлял в организации наркомата путей сообщения, тогда, когда действительно были простои, имелись факты, так скажем, безхозяинного отношения к ресурсу. Необычно, конечно, мы сейчас можем читать и видеть вопросы, касающиеся того, насколько, как оперативно и быстро решались вопросы мобилизации и прироста новых мощностей. И в этой ситуации, конечно, наркомат обеспечивал контроль за исполнением поручений, касающихся быстрейшей организации работы на новых площадях. Буквально два примера. Наркомат госконтроля серьезно заботился, например, вопросами, касающиеся переливания крови. когда выяснилось, что когда бойцы, когда граждане сдавали свою кровь, была очень большая отбраковка, свыше 3%. И, соответственно, также были данные предложения по тому, как организовать правильно учет крови. И совсем последнее по поводу того, как, например, поднимался авторитет контролера. Есть один пример такой интересный, когда был объявлен выговор одному из контролеров за то, что он 2 ноября 42-го года распивал спиртные напитки с подконтрольным лицом. Я думаю, что это, конечно, совсем уж такие очень четкие конкретные примеры, показывающие на то, какой должен быть безупречный образ контролера. Стараемся этот образ контролера также поддерживать. Я сейчас хотел прокомментировать, чтобы не было таких случаев. Мы, кстати говоря, к столетию органов финансового контроля ввели, возобновили форму контролера. Посмотрите, Лев Бакарович у нас в форме, можно сказать, почти генерал-полковника. И когда такой контролер приходит на проверку, недораспевание. Это не для этого, конечно, была введена форма. Просто хочу сказать, что действительно форма для контролера, во-первых, обязывает быть постоянно, так сказать, на посту, с одной стороны, с другой стороны, все-таки это повышает и статус контролера. Но и, конечно, это и ответственность, и обязанность соответствовать государственному, гражданскому служащему. И я думаю, что это, безусловно, повысит эффект контрольной работы. Так или, Бакарыч? Абсолютно правильно. Сергей Геннадьевич. Форма повышает и уровень трепета со стороны проверяемых. Правильно. Но потом, на самом деле, это еще и очень красиво. Это как-то вот смотрится, вот прям с удовольствием смотрю и на девушек, и на молодых людей. Поэтому за это тоже отдельное спасибо. И Лев Ивакарович, вам позвольте сейчас слово предоставить председателем редакционной комиссии вы являетесь, для тех, кто еще не успел там полистать книгу и вникнуть. По какому принципу выстраивалось издание? Вы вот как председатель редакционной коллегии, каким хотели его видеть? И учитывая, что оно достаточно объемное, там без малого 700 страниц, полагаю, что исходных материалов было много. Как вот все-таки вы выстраивали вот этот формат этого издания? И немножко тоже знаю, что есть вам на чем сакцентировать внимание, делитесь, пожалуйста. Спасибо, Ирина. Ну, я как председатель коллегии действительно, наверное, свое выступление хотел бы начать с благодарности. Первое, благодарность уважаемому Антону Генмальевичу, который возглавляет Оргкомитет по подготовке к проведению празднования столетнего юбилея. Несмотря на свою огромную занятость, согласился это сделать и за поддержку наших инициатив и помощи в их реализации. Во-вторых, Антон Германт еще и утвердил план мероприятий по празднованию столетий. Давайте ближе к делу. Понял, да. Ну, в рамках этого мероприятия как раз таки было запланировано издание данной книги, первой книги народно-наркома госконтроля в годы Великой Отечественной войны. Не смогу сказать слова благодарности и также Сергею Евгеньевичу вам, потому что огромную помощь оказало российское историческое общество, в том числе во взаимодействии в создании данной книги. Своим коллегам, коллегам редколлегии, коллегам авторскому коллективу огромной благодарности это двухлетний труд, который все-таки отработали. Хочу поблагодарить обязательно Антон Геронич, я это должен сделать, и руководителя Федерального архивного агентства Андрея Николаевича Артизова, который оказывал на протяжении всей работы двухлетней огромную нам в этом помощь. И в том числе и Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Те архивные документы, которые изложены в тексте, представлены также и в приложениях иллюстрациях, они впервые введены в научный оборот и составляют научную новизну и весомость тома. Особенно важным для редколлегия был непростой процесс поиска и подбора иллюстраций, которые отражены в данном томе. Также хочу сказать о том, что в приложениях тома подобраны такие материалы исторические, которые, как сказал уже Антон Германович, имеют свой исторический след и сложившиеся традиции, которые продолжают нынешний орган контроля, орган правительственного контроля, будь то счетная палата, как орган внешнего контроля, внутреннего контроля. Помимо того, что там освещают период Великой Отечественной войны, нам важно было рассмотреть деятельность наркомата накануне раскрыть предпосылки его создания, практические меры по организации ведомства и правоисновой. Контролеры, ревизоры во главе с наркомом смогли перестроить наркомат кост-контроля на военный лад столь короткое время, выстоять в условиях эвакуации. Были приведены, конечно, хорошие примеры Романа Венча, но вместе с тем хотел бы остановиться о некоторых интересных фактах, таких как планирование деятельности. Ведь еще в 40-м году первый план, который был сформирован в 41-й год, был утвержден Иосифом Сталином в октябре 41-го года, который своей рукой дописал вправку в этот план, указав на необходимость добавить в перечень объектов контроля склады наркомата обороны с боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Следующее это обычно, когда мы сталкиваемся, это поручение министра бывает на неплановой проверке, поручение президента, поручение правительства, то же самое было и в годы Великой Отечественной войны, внеплановые контрольные мероприятия. К примеру, спецзадание по обращению гражданина, хочу обязательно в двух словах это сказать, ехал гражданин в поезде, услышал некоторые разговоры про культурные ценности, что он побывал там на одной станции, вдруг увидел где-то там объекты искусств, культуры, картины и так далее, и написал соответствующий ДПЖ. Тут вышло спецзадание проверка сохранности картины Айвазовского, девятый вал, на основании поступивших сигналов. Не могу не отметить такие обращения, как командующего Северным флотом, который направил обращение наркома госконтроля Мехлису о проблемном положении флота в довоенный период и просьбой поднять вопросы на высшем уровне. Это говорит и подчеркивает абсолютное доверие государственному контролю, которое было в то время. Следующий факт, это когда государственный комитет обороны СССР поручил наркомату госконтроля в пятидневный срок 13 июля 41-го года. В пятидневный срок проверить наличие имущества хранящегося на центральных складах наркомата обороны и наркомата военно-морского флота. Это позволило государственному комитету обороны получить четкое представление о том, какими резервами располагает армия и флот. Антон Георгиевич, сегодня то же самое. По поручению президента, премьера, мы проводим проверки расходов на мероприятие специальной военной операции. План проверки здесь у вас уже содержится. Да, Антон Георгиевич. Я понял, да. Следующий важный аспект, который хотелось бы обратить внимание, это на стандартизации контрольной функции. В то время, в 42-м году, были также утверждены положения о правах и обязанностях контролер-наркомата. были утверждены порядок прохождения материалов и строго был регламентирован. Были утверждены указания контролеров в целях сокращения срока прохождения дел, похищениям и присвоениям продовольственных и промышленных товаров, срок обработки материалов, проверки ревизии. Это наш, скажем, стандарт, действующий, который был утвержден правительством Российской Федерации в 2020-м году, 12-35, по проведению проверок, ревизии, обследования. Приложение акта, форма акта была тоже утверждена тогда решением президиума. Сегодня это снова же наш стандарт, который в целом утвержден правительством Российской Федерации. Особое внимание было уделено в то время предварительному контролю. Сегодня вы с нас это требуете, поручаете, Антон Германович. У нас, наверное, как вы нас отмечаете, немного это получается, будем стараться лучше, но тем не менее тогда предварительный контроль был направлен и позволял нивелировать риски и растраты и злопотребления. Сегодня он направлен на предупреждение и пресечение финансовых нарушений. Очень серьезный вопрос уделялся кадровым вопросам. Хочу сказать, что контролеры должны были знать не только специальность свою, но и знать основы советского законодательства, бухгалтерии, финансового дела, обращая внимание, уголовного, гражданского и трудового права. Сегодня мы абсолютно хорошо взаимодействуем с правоохранителями и органами, потому что они уголовное право, конечно, знают лучше, чем контролеры. И на что хотел еще обратить внимание. Указом Президиума Верховного Совета СССР была утверждена присяга, просто выдержка, потому что здесь присутствуют мои коллеги, которые еще не успели прочитать, соблюдать основную заповедь государственного контролера, не щадить отдельных лиц, какое бы положение они не занимали, щадить только дело, интересы дела. Иосиф Сталин. Ну и в завершение, Антон Герридж, в прошлом году, в августе месяце наш лидер, президент Владимир Владимирович проводил совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации, где руководитель сказал, я посыпаю, примерно так, посыпаю себя пеплом кулову, но мне всегда казалось, что сперва результат, а потом финансы. На что Владимир Владимирович обратил внимание и сказал, интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот, нарушения финансовой дисциплины не соответствуют интересам Родины. Мне кажется, у нас тоже контролёров сложилась своя присяга соответствовать тому, что сказал наш президент. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Коллеги, пожалуйста, оперативно подходим к микрофонам, если у вас есть вопросы, к нашим спикерам. Пока я один дополнительный Сергей Евгеньевич вам адресую, в целом, как зародилась идея создания этого проекта, что послужило отправной точкой. И, не знаю, вам ли, не вам ли мне адресовать этот вопрос, сколько томов выйдет, и, может быть, с какой периодичностью они будут выходить, если такой уже план? Что касается второй части вашего вопроса, я уже коротко сказал, что планируется, что эта серия будет состоять из нескольких десятков томов. Почему не могу назвать точную цифру, потому что в работу над проектом включаются всё новые и новые федеральные ведомства? Почему родилась такая идея? Ну, для всех для нас понятно, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута как на фронте, так и в тылу. Если честно признаться, что мы и вот наше общество больше знают, конечно, о победах на фронте, ну и, наверное, по понятным причинам, потому что геройка фронтового подвига, она, так сказать, более контрастна, чем такая постоянная тяжёлая работа в тылу, в тылу, который обеспечивал фронт. И вот ну а тем более малоизвестна работа органов управления и вообще всей системы управления Советского Союза, которая тоже во многом обеспечивала вот эту общую великую победу. Вот каковы причины заняться этим проектом. Хорошо, давайте Андрей. Добрый день, Андрей Шитов, ТАСС, спасибо большое, что пришли к нам. Поздравляю с замечательным, я считаю, проектом. Буду ждать один из наркоматов особо, потому что там есть семейный интерес. Но пока по поводу вышедшего тома мы по определению рассматриваем советский опыт, правильно, опыт советской плановой экономики. И у меня соответственно видимо вопрос к Антону Германовичу и Роману Евгеньевичу. А сейчас нам что больше позволяет, лучше позволяет держаться? Как бы опыт плановости или опыт все-таки уже рыночности? И вообще если вы сейчас посмотрели бы на сегодняшнюю ситуацию нашу вот под этим углом зрения, вы же сами знаете, да, я извиняюсь, конечно, что я задаю вопрос, исходя из своего в том числе американского опыта, долгого работы, вы же сами знаете, да, что там как бы рынок свет в окне и все, а ковид и прочее показывают и другие стороны вопроса. Вот сейчас рыночность и плановость сравнительное преимущество, как бы вы оценили и к чему все идет? Спасибо. Вы имеете ввиду по отношению к объектам контроля? В экономике. Нет, в экономике вообще, да, конечно, ну контроль контролирует экономику у нас. Нет, просто рыночность и плановость применительно контроль на работе или в целом по вектору развития экономики? Вектор развития экономики. Понятно. Ну, в любой рыночности есть плановость. Должна быть плановость, потому что невозможно осуществлять бизнес-деятельность, не имея перспективных планов развития. Можно это не называть пятилетными планами, которые утверждались раньше на съездах. Любой бизнес осуществляет, любая организация, а тем более государство, естественно, живет по своим планам. У нас президент поставил национальные цели развития. Эти национальные цели развития трансформированы государственные программы, национальные проекты, инициативы стратегические, которые правительство сегодня реализует. И все это расписано по конкретным результатам и по конкретным объемам финансирования, если мы здесь говорим сейчас про финансы. Поэтому вопрос плана и рынка, конечно, они работают вместе. Вопрос как это устроено и какие результаты мы достигаем. А вот как раз это вопрос к контрольным органам, которые сегодня не только занимаются проверкой целевого использования денег, но и проверкой эффектов, которые должны быть достигнуты за эти деньги. Вот самое главное. И я уже все-таки отреагирую на высказание Либа Бакарча. Мне резонуло слово, когда он сказал цитату там прочитал «Не щадить в ходе контроля проверок». Мы так не работаем. Наоборот, мы сейчас стараемся не кошмарить бизнес, как вы говорили, и быть на самом деле партнерами в ходе проверок проверяющим. Вот принципы наши. Вот основной принцип. И действительно речь идет о предварительном контроле, о том, чтобы не допускались нарушения в ходе проверок. Именно такими принципами руководствует сегодня казначейство, как контрольный орган. И мне кажется, это абсолютно правильное направление. Поэтому возвращаясь к вашим вопросам, плановость или рыночность? Безусловно, на основе рыночности использование прогнозирования планов развития, реализация тех задач, которые ставятся по развитию государства президентом и выполнение этих задач страны и проверка выполнения этих задач страны как раз контрольных органов. Вот наша задача с точки зрения работы их изначейства и финансистов Министерства финансов, да и всей финансовой системы. Спасибо, Роман Евгеньевич. Не добавите свою позицию? Добавить нельзя, к министру ничего. Это у нас централизация. Проектность и квадратность. А вы говорите плановости нет. Нет, правильный. Я наоборот говорю, что плановость полезна, получается. Об этом и речь. Спасибо. Еще Антон Германович про исторические параллели практически каждый выступающий говорил. А как и в какую сторону изменилась роль госфинконтроля в финансовой системе тогда и сейчас? Как я поняла, все-таки принципы основные остались прежними, но время тоже диктует свои условия и свою, скажем так, степень контроля и какие-то свои акценты расставляет? Вот какие на настоящий момент это сейчас? Ну, чем отличается сегодняшний контроль от того, что было сто лет назад или хотя бы даже десять-двадцать лет назад? То, что у нас сегодня больше используются современные технологии в контроле. И сегодня огромный массив базы данных, которые аккумулируются в казначействе, в министерстве финансов. Не надо выходить на проверки и копаться в бумажках. Можно посмотреть аналитику, можно посмотреть те информационные базы данных, которыми пользуются контролеры, и сделать соответствующие выводы. Сейчас казначействе работает, как мы говорим, да и большинство современных контрольных органов работает по рискориентированному принципу контроля. То есть база информационная показывает, что здесь есть опасность нарушения, здесь горит красная лампочка, значит, туда нужно выходить, не уходить, а там нужно обратить внимание, все ли нормально, все ли, так сказать, соблюдается с точки зрения эффективности, целеполагания выделяемых средств и так далее. И можно, еще раз повторюсь, не выходя на конкретную проверку, сделать выводы камеральной проверки о том, что там что-то не так, или пригласить соответствующую организацию и отметить необходимость значит, проверки тех или иных показателей, что-то у вас, значит, не работает в вашем механизме. Вот такого плана сейчас контрольная работа, чем она отличается от той работы, которая была там десятилетия назад? Большое количество информационных массивов данных, их аналитика и принятие выверенных точечных решений для осуществления контроля. Это сегодняшние технологии позволяют. Благодарю. Роман Евгеньевич, нечего вам дополнить? Что Роман Евгеньевич в этом отделе? Давайте попросим, да, ну давайте мы прям уделим этому прям последнюю минуту нашей встречи, чтобы нам сфотографировать, да, я вижу, все никак не могут поймать момент, чтобы всех наших спикеров с книгой, да, да, мы это обязательно сделаем. Давайте финальный вопрос, вот микрофон справа от меня, слушаем вас и заканчиваем. Добрый день, вопрос к Сергею Евгеньевичу, значит, 12 июля отмечается 80-летие танковой битвы под Прохоров, в чем вы сегодня сказали, которая стала главным эпизодом эпохальной битвы на Курской дуге. Можете ли вы провести аналогии между событиями на Курской дуге и нынешними событиями в зоне специальной военной операции? Спасибо за вопрос. Действительно, аналогии просматриваются довольно быстро. Тогда, в 1943 году, Гитлер мечтал о реванше, о реванше за поражение в Сталинградской битве, и Гитлер, и его генералы довольно долго готовили контрнаступление, такой своеобразный контрнаступ, который начался в июле 1943 года, причем я могу сказать, что подготовка со стороны Вермута шла действительно долго, она откладывалась, сначала планировалось наступление на весну, потом тоже внутри. генералитета возникли сомнения о готовности начать наступление весной 1943 года, ссылки на распутицу, на необходимость подождать, пока просохнет земля, и тяжелые немецкие танки смогут до конца использовать свои возможности на поле боя. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, что да, аналогии с так называемым контрнаступом со стороны вооруженных сил Украины в июне-июле 2023 года просматриваются и очень явственно. Спасибо, коллеги. Еще у вас один вопрос? Нет. Заканчиваем тогда, если с вашего позволения. Заканчиваем мероприятие. Попрошу вас прямо уделить полминутки сфотографироваться с книгами. Всем большое спасибо за то, что выбрали площадку информационного агентства России ТАСС. Ждем вас снова. Наше мероприятие завершено. и вот как раз несколько минуточек уделим для коллективного фото. Сейчас закладка. Да, уже поработал. Спасибо. Продолжение следует...